В районе 28 минуты плюс-минус минута камена вот практически. В уравнении Эйнштейна с знаком равенства соединяются часы и трусы. Геометрические параметры мерности с одной стороны, материя с другой. И ведь не моргнул даже. Не призываю тратить время на полный просмотр. Но момент 28 минуты показателен. Ну давайте включим. Все то, из чего состоим мы, частицы, взаимодействие даже, они приклеены к трехмерию. Есть дополнительные измерения, но мы не можем туда выйти, потому что нас что-то держит на трехмерии. Такие модели есть. Это называется модель типа мир на броне. То есть мы живем на броне, в многомерном пространстве. И мы приклеены. И тогда дополнительные измерения может быть не таким и маленьким быть. И не таким уж и маленьким. Ну и здесь уже ограничения даже на такие случаи, что оно все-таки вряд ли может быть бесконечным. Это надо как-то слишком постараться, чтобы оно было бесконечным по размеру. Но тем не менее оно может быть макроскопическим. То есть не таким маленьким, который мы не видим на ускорителе 10-19 метров, а намного больше. Оно может быть там вплоть до доли миллиметра, например. А это макроскопический размер. Так вот, здесь есть одно но. Есть одно но. Что мы к трехмерию можем приклеить все поля и взаимодействия, кроме одного. Не трудно догадаться, кроме какого одного. Кроме гравитации. Вот гравитацию мы приклеить на трехмерии не можем. Потому что, согласно теории гравитации, современной теории гравитации, который еще построил Эйнштейн, общей теорией относительности, гравитация и пространство — это как бы атрибуты друг друга. Это два неотъемлемых понятия. Даже само уравнение Эйнштейна, если посмотреть, как оно написано, это некая система уравнений. Слева стоят характеристики геометрии пространства, а справа — материя. То есть есть материя, вы поменяли характеристики геометрии пространства. Это две неотъемлемых части. Через знак равенства они стоят. То есть есть материя, вы... Ну, как бы, для постоянных слушателей понятно, что здесь просто забавный элемент. Да, тот человек использует приклеенный, неприклеенный. Ну, дальше густой бред. Материя равно пространству. Знак равенства человек декларирует. Ну, просто некомпетентность. Это вот некомпетентные люди что-то бормочут наукообразно, деятельность имитирующая мыслительную, ну, по сути таковой, не являющаяся. Есть у него какая-то фамилия у этого человека. Изменили геометрию пространства. То есть... Изменить геометрию пространства невозможно у реального пространства. А то, что вы накалил пали, — это модели. Модели не имеют отношения к пространству вашей, с измененной геометрией. Ну, безграмотность, просто безграмотность. Гравитация — это атрибут пространства-времени. И поэтому мы не можем... Гравитация — это атрибут пространства-времени. Такого объекта, как пространство-время, не существует. Пространство — это реальный объект. Время — сравнительная характеристика. Слеплять их — это бенштейновская безграмотность. Вы фанаты безграмотного учения. Ну, мрак. Смысла смотреть очередную дозу больных людей, не способных сосредоточиться, а зомбированных. Но это, когда вы повреждаете свой мозг сознательно, это приобретённая болезнь. Мыслительная горячка. Такая какая-то... Ой, чудо стыдное. Прокомментируйте, пожалуйста, вот этот ролик. Алексей, почему не работает физика Катючика? Ну, давайте посмотрим. Так, ну, человек моделирует... Моделирует квадратное какое-то взаимодействие. Слева по Катючику, справа по Ньютону. Разница видна невооружённым глазом. Движок Рейделя, за счёт моего авторства. Скачать можно. Витхаба. Вещество равномерно размазано по Кубу. Движутся по теории отталкивания, а по теории движения Ньютона. Так, ну и что? Ну, вот получил... Слева ты получил... Ковёр, равномерно заполненный галактиками. И что ты? Что ты, бедняжка, тут увидел? Несоответствующие гравитации. Пожалуйста, посмотри карту звёздного неба. Ты увидишь равномерное заполнение галактиками, да? Всё хорошо. А то, что ты справа по Ньютону, ты врунишка. По Ньютону, вот то, что справа ты моделируешь, это может быть только системными подстройками или с фальсификациями какой-то. Потому что вот эти вот четыре объекта справа у нас должны обрушиться в общий центр. Как бы ты тут не рисовал, какой бы ты бредятину тут не разрисовал, это факт. Если у тебя есть силы притяжения, оно должно обрушиться. Но он где-то что-то всё равно контур задавал, почему он квадратный задал. Ну, это, короче, бедняжка. Алексей вот этот вот, это... Мы приглашали Алексея к нам на беседу, Алексей не пришёл к нам на беседу. Что это за Алексей? Это человек, который давно бегает и гавкает по интернету. Это кандидат математических наук Алексей Азерицкий. Базируется в Британии. Пребывает в ощущении, наверное, мнимой какой-то безопасности ввиду удаления. Поэтому слов не выбирает. Ну, как бы, может быть, разочарование постигнуть человека. Вот. Это, ну, бедняжка, бедолажка. Лицо с низкой социальной ответственностью. Ну, соврал вот тут он в этом моделировании. Галдит гадости. Вот их там осталось четыре, по-моему, человека таких бесстрашно отважных. Вот. Внимание. Две минуты пятьдесят секунд. Вот это вот то, что у него крутится, в такой форме обречено справа на притяжении слипнуться в один комок и обвалится. Сейчас посмотрим. Обваливается он у тебя в один комочек или нет? Или ты тут что нарисуешь? А, прошло сквозь себя. То есть ты, мальчик, фальсификатор. Ты просто лсгунишка. Ты сделал такое моделирование, где у тебя вот эта вот фальсификация рисуется, если у тебя все силы только внутрь, у тебя на этой базе даже инерции, собственно, нет. Ну, сколько это исходная модель. Дальше. У тебя нет достаточного центробежного фактора, у тебя эти тела могут только упасть друг на друга, проскочить не могут. Всё. Галдин, неображение, врунишка. Так и что? И это как-то должно доказывать, почему не работает физика Катючика. Это может доказывать, что не может сосредоточиться Альд Алексей Азерийский. Больше ничего это не может доказываться. Вот, короче, бедняга-бедолага пыталась сосредоточиться и не смогла. Доказательства, наглядная демонстрация. Вы, Алексей, демонстрируете своё слабоумие данной демонстрации. Передаю привет всем учёным, сбежавшим в Британию. Привет арабам там передавайте. Или арабы там пускай вам привет и передают. Вот. Вот такая ситуация. Бедняги пытаются критиковать. Выхрюкать они не могут. Утверждение такое-то, в части такое-то является неверным по такой-то причине. Вы могли кучу формул взять, да, сказать, какая из них неправильная, некорректная. Вывод любой формулы взять. Вы не можете накудахнуть, потому что вы интеллектуально бедняжки. Вас только сожалеть вас можно. Вы всей толпой критиканов не можете ни на языке людей сказать. Пальцем показать. Не на языке людей, животных там, нахрюкать, наблеять. Вообще ни на каком языке не можете. Ой-ой-ой. Так, ну и если кому-то попадается информация вот о таких деятелях, пожалуйста, сообщайте. Мы сделаем в конечном итоге, что ни одно из этих бедолажек не сможет работать ни в одном учебном заведении вообще нигде на территории нашей свободной страны. вот это вот гнойное, несмышленое копошение должно быть прекращено. А вам, у вас еще есть какая-то возможность покаяться, вернуться в волно-цирк, до адекватности научного метода, примириться. Тогда мы посмотрим, что с вами делать. А так у вас будущее, оно печально. Из науки вы будете испражнены прям вот по-жёсткому. Все ваши диссертации упразднятся. Кстати, я что-то не нашел твою диссертацию. Сбрось ссылочку, пожалуйста, где-нибудь под видео, товарищ Азерецкий. Мы можем разборчик про диссертации тут сделать, людей порадовать. Выяснится, я даже знаю, что выяснится, что там бредятина какая-нибудь, слабоумная потасовочка или просто мейнстрим на базе лжетеорий. С вами был Виктор Катючев, канал Научный Трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok